Русские новости Сформирование русской коалиции действия, которое не предполагало принятие каких-то идеологических документов, которые все-таки до некоторой степени были разработаны, но общей идеологической работы, общих совместных заявлений. Как-то мы старались не выпускать основы существования русской коалиции действия с 2013 года. Основой русской коалиции действия была договоренность о проведении совместных публичных мероприятий, конференций, шествий, митингов, пикетов. И в течение существования коалиции действительно такие мероприятия проводились, и мы не видели никаких мировоззренческих противоречий. Главными участниками русской коалиции действия были партия Великой России и народное ополчение имени Минина и Пожарского. Также к коалиции примыкал еще целый ряд организаций, но в 2015 году народное ополчение было признано террористической организацией, что, конечно, было решением совершенно абсурдным, диким. Но мы ничего не можем поделать с тем, что теперь этой организации не существует, но люди, которые в нее входили, сейчас формируют другое движение – народное ополчение России. Вполне возможно, что на него тоже обрушатся репрессии, так же, как и на другие русские организации. Ни одна из них не была пропущена русофобской властью, и фактически все русское движение как находилось, так и находится под действием полицейской машины, включая сюда и суды, и бюрократию чиновничью, которая препятствует осуществлению прав граждан на митинги, шествия и другие мероприятия. В частности, есть структуры Центрального административного округа Москвы, которые систематически нарушают закон, и прокуратура Москвы, Генеральная прокуратура их покрывает. Полицейское вмешательство в деятельность общественных организаций постоянно осуществляется. Но не в том дело, хотел бы сказать о том, что русская коалиция действия формально продолжает существовать, но сейчас фактически сотрудничество ведется в рамках Русского национального фронта, который образовался в 2014 году после проведения марша в поддержку Новороссии, русского марша в поддержку Новороссии. Традиционный русский марш был проведен наряду с проукраинским маршем, этнополитическое объединение русские проводило, проукраинский марш, и после этого его стали называть этнополитическое объединение украинские. И фактически эта структура уже распалась, как и большинство тех структур, которые принимали участие в том самом марше. Ну а мы продолжили деятельность после проведения марша в поддержку Новороссии. Я бы хотел сообщить зрителям русских новостей о той декларации, которая стала основой, отправной точкой для деятельности Русского национального фронта. Вот декларация русского марша 2014 года в поддержку Новороссии. В течение текущего года, то есть 2014 года, произошел целый ряд событий, существенно изменивших политическую ситуацию. Народный протест на Украине подчинен олигархической хунте. Его энергия направлена на развязывание войны и утверждение повсеместной русофобии. Украина, как государство, оказалась захваченной самозванцами, стремящимися исполнить планы мировой закулисы, которые предполагают не только недопущение воссоединения Единой Руси и России, но и организацию братоубийственной войны на пространствах русского мира. Развалившие Украину политики вскорблены кукловодами, которые десятилетиями воспитывают в американских университетах на спецкурсах и УД, которые под видом идеологической борьбы требуют разрушения государства. Ненависть лидеров киевской хунты ко всему советскому скрывает ненависть ко всему русскому, ко всему славянскому и даже ко всему европейскому, о чем свидетельствует тотальная фальсификация истории, борьба с памятниками всех времен, прославление нацизма и гонение на православные приходы. Волей судеб Крым воссоединился с Россией, но это событие вместо начала масштабного процесса превратилось в козырь пропагандистской кампании, кремлевской олигархии, которая как была, так и осталась врагом русского народа, а теперь за официальным патриотизмом пытается скрыть свое воровство и свою измену. Из русского движения массово вышли порочащие его элементы – сепаратисты, русофобы, гитлерофилы и прочие маргиналы, которые свою ненависть к режиму перенесли на Россию и русский народ. Именно эти люди, имитировавшие свою русскость, поддержали не только болотную оппозицию, но и террористический правый сектор и другие подобные организации, а также русофобов, пришедших к власти в Киеве. Новороссия стала плацдармом русского движения, на который обрушились все внешние и внутренние враги России. Поддержка и защита Новороссии стала ключевым пунктом борьбы русских людей за свое освобождение от тиранической олигархии. Этот документ, с одной стороны, видит враждебные силы, которые действуют на Украине против России и русских, с другой стороны, внутренние силы на территории Российской Федерации, которые также действуют против России и русских. Помутнение в сознании наших людей, живущих в России или живущих на Украине, привело к тому, что они перестали видеть своих врагов и набросились друг на друга. На радость тем самым врагам, которые продолжают считать себя партнерами, а нас, русских людей, почитают за быдло или за тех, кто должен превратиться, окончательно превратиться в рабов. Никаких противоречий между киевской и кремлевской олигархией, между этими олигархами и американской олигархией совершенно нет. И осознание этого факта сплотило нас в русском движении, в русском национальном фронте. Далее в этом документе говорилось о тех ценностях, которые нас объединяют. С одной стороны, нас объединило общее понимание ситуации в Новороссии, на Украине и в России, всех событий, которые происходили тогда, в 2014 году, которые серьезно изменили самосознание русских людей, одних откачнули в сторону русофобии, других – к русским национальным ценностям. И вот мы, выбирая русские национальные ценности, декларировали, что главенствующим для нас остается государство и мирообразующий русский народ, его фундаментальные интересы, цели и ценности, которые для русских националистов остаются превыше интересов отдельных национальных меньшинств, бюрократических кланов, олигархических семей. То есть здесь фактически декларировалась приверженность русским национальным интересам в форме идеологии, русского национализма. Далее говорилось, нашими требованиями, нашими важнейшими требованиями являются возвращение русскому народу-созидателю всей полноты власти в России, уничтожение антинародной олигархии, национализация и обращение на благо народа всей ее собственности, проведение национализации и деприватизации стратегических ресурсов страны в интересах ее граждан, воссоединение страны и восстановление ее демографического, духовного, культурного, промышленного и научного потенциала, возрождение русских традиций государственного управления и хозяйствования. Таким образом, в самой краткой форме изложена русская идеология, которая декларировалась как нечто общее для тех людей, которые организовывали этот русский марш в поддержку Новороссии и которые продолжили, хотя и не все, дальнейшую совместную деятельность в Русском национальном фронте. Далее говорится о том, что необходимо для спасения Новороссии и что, собственно, мы пытались провести в жизни, но кремлевская олигархия всячески этому противодействовала и не предприняла никаких шагов из того, что требовали мы. То есть, противопоставление интересов кремлевской олигархии и русского народа по-прежнему остается, как и оставалось в 2014 году, самым радикальным – либо они, либо мы. В документе говорилось, для всех нас Новороссия является символом русского сопротивления, русской борьбы за восстановление национального суверенитета. Отмечу, что здесь не говорилось ни про Донецкую республику, ни про Луганскую республику. Новороссия – это историческое образование, которое всегда было в составе России. И, конечно, вот эти псевдореспублики мы рассматривали как некий промежуточный шаг для того, чтобы эти территории, а потом и вся Украина присоединилась к Великой России. И тогда Российская империя восстановилась бы в своих границах, и это открывало перспективы и путь к тому, чтобы Россия вновь вышла на мировую арену как Великая Держава. Сегодня говорить о России как о Великой Державе просто невозможно, это было бы обманом народа, но этим обманом пользуются, этим обманом пробавляются кремлевские олигархи и лично Владимир Путин. Мы требуем признания Новороссии как государственного образования, субъекта международного права, заключения между Россией и Новороссией, договора о взаимной помощи. Никто не предлагал расчленять Новороссию на две республики. Это, конечно, глупость, это игры закулисных сил. Незамедлительного вывода с территории Новороссии в места постоянной дисклокации киевских силовых подразделений, предоставления народу возможности самому решать, как жить дальше с прозападным режимом Порошенко или в дружбе и союзе с Россией. Речь шла, конечно, о выборе всего украинского народа, а не только Новороссии. Расследование военных преступлений, киевской хунты на территории Новороссии, расстрела на Майдане в Киеве, сожжение людей в Одессе, расстрелов в Харькове и Мариуполе, бомбардировок мирных кварталов Донецка, Луганской и других городов, соучастие в фальсификации катастрофы Боинга-777, имеется в виду соучастие и украинского, и кремлевского режимов, и сокрытие истинной судьбы у пассажиров, геноцида мирного населения. Прекращение русофобии в украинских и российских СМИ, освобождение политзаключенных и военнопленных. Речь идет, конечно, не только об Украине, но и России. Здесь это сказано вполне отчетливо. Прекращение русофобии в украинских и российских СМИ, освобождение политзаключенных и военнопленных не только на территории Украины, но и на территории России, Российской Федерации точнее. Утверждение законом статуса российских добровольцев, участвовавших в ополчении в Новороссии, предоставления им социальных гарантий наравне с военнослужащими, оказания материальной поддержки семьям всех погибших в боях за Новороссию. Ничего этого, кремлевская хунта, ее тоже необходимо называть хунтой, так же как и киевскую, ничего подобного она не сделала. Напротив, на ополченцев началась охота. Не сомневаюсь, что в этой охоте участвуют российские федерации спецслужбы, и охота эта ведется как на территории Новороссии, так и на территории Российской Федерации. Мы требуем возвращения нанесенного войной ущерба и выплаты жителям Новороссии компенсации за счет полного изъятия собственности у олигархов, поддерживавших режим киевской хунты, а таких на территории Российской Федерации сторонников киевской хунты было предостаточно среди олигархов. Прекращение интриг против организаторов сопротивления киевской хунте Порошенко со стороны кремлевских политтехнологов, а также переговоров о сдаче Новороссии. Эти переговоры проведены, Новороссия сдана. Возбуждение уголовного расследования действий лиц, находящихся на госслужбе и причастных к поддержке публичных акций изменников, постоянно проводимых в центре Москвы и поддерживающих киевскую хунту. Речь шла, конечно, о московской мэрии и администрации центральной префектуры города Москвы. Эти люди всячески старались, чтобы болотный протест, выступления в поддержку киевской хунты стали постоянным признаком российской столицы. В течение всего 2014 года и частично 2015 года эти мероприятия проводились при поддержке московской мэрии и лично господина Собянина. Мы предлагали против них возбудить уголовные дела. Кремлевская хунта, естественно, ничего подобного не сделала, и преступления этих лиц, работающих в московской мэрии, в Центральном административном округе Москвы, продолжаются. Преступления направлены прежде всего на подавление русского народа, на вымывание русского самосознания из представлений людей о жизни, на уничтожение русского движения. Украина – это часть русской цивилизации, и воссоединение народов, происходящих от одного родового корня, имеющих общую историю и общую культуру, является требованием времени и условием их выживания. Мы готовы взять на себя прямую и неотвратимую ответственность перед русским народом за его мобилизацию, на защиту от дальнейшего ухудшения жизни будущих русских поколений. Если нынешние органы власти Российской Федерации не окажут нам принципиальной и явной поддержки, то их ждет одно будущее с национал-предателями и врагами России. И далее лозунги «За Новороссию! За Единую Русь! За русскую власть! Долой продажную бюрократию! Долой олигархию! Все богатства страны принадлежат народу!» К сожалению, далеко не все, кто вышли под этой декларацией на русский марш 2014 года, продолжили с нами совместную деятельность. Часть из этих организаций уклонилась от создания Русского национального фронта и продолжения проведения ряда мероприятий. Как в поддержку Новороссии, так и в поддержку русского движения, русского народа, в защиту политзаключенных мы провели в течение 2014-2015 года множество мероприятий. Но ряд людей, подписавшихся конъюнктурно под вот этой декларацией, которую я огласил, просто, как говорится, спрыгнуло, пошло каким-то другим путем. Тут можно, конечно, перечислять. Ну, наверное, я просто не видел этих людей. Координационный совет по Новороссии, ничего вообще, просто пустое место, никаких мероприятий, ни совместных, ни собственных не было. У Ира Причнина участвовали в русском марше 2014 года, больше мы их не видели. Радио Радонеж, подписался один журналист, больше мы его не видели. РНЕ не видели на следующем русском марше, они где-то в другом месте митинговали, более того, стали против нас проводить какую-то совершенно уже отвязанную в стиле московского комсомольца информационную кампанию. Но до сих пор продолжают эти собачьи глотки брехать в нашу сторону. Но пусть продолжают, нам не жалко, мы все равно не слушаем весь этот бред. Общественное движение серб, эти вообще стали просто путинистами, такими отчаянными, отпетами на уровне хулиганствующих молодчиков. В общем, место им скорее в тюрьме, чем на улицах русских городов. Русская Москва вообще не видели, не слышали ничего, они просто исчезли. Видеоблогер Артем тут какой-то подписался тоже, мы его не видели и не слышали в последующей деятельности. Народно-патриотическое движение «Зеленая лента» тоже не видели и не слышали в течение уже полутора лет, но вот против нашего русского марша они выступили очень активно вместе с Координационным советом по Новороссии. Это Очкин и Боброва, сейчас они как-то пытаются наладить взаимопонимание. Ну, дай бог им найти это взаимопонимание, пока я что-то не вижу никаких поводов для того, чтобы это взаимопонимание наступило. Многие люди подписались, зачем подписались, непонятно. Но продолжают действовать совместно в рамках русского национального фронта. Партия Великая Россия, движение за национализацию и деприватизацию стратегических ресурсов, Союз православных оругленосцев. Вот «Черная сотня» была, но тоже спрыгнула, потому что они потребовали, чтобы мы все присягнули лжепатриарху Кириллу, и коль скоро мы отказались это сделать, то эти люди покинули нас. Ну, собственно, их было 3,5 человека, которые иногда на митингах пользовались возможностью взять в руки микрофон, но никогда не участвовали ни в организации, ни в пропаганде. В общем, от них проку было мало. Православное русско-сербское братство Константин Вершков продолжает действовать совместно. Ну вот, активисты народного ополчения имени Минина и Пожарского, к сожалению, не могут в прежних масштабах с нами сотрудничать, но те, кто был активен в прежние времена, они продолжают свою активность, и мы некоторые мероприятия проводим совместно. Русско-имперское движение, продолжаем действовать совместно, хотелось бы более энергичного. И, наконец, инициативная группа по проведению референдума ЗОВ в 2015 году, она практически была разгромлена, все ее руководство арестовано, и сейчас мы боремся за то, чтобы все эти репрессивные меры были прекращены, и люди были освобождены из-под стражи, по крайней мере до суда, потому что никаких преступных деяний они не совершали. Мы полностью на стороне как тех активистов, которые входили в народное ополчение имени Минина и Пожарского, они были на правильном пути, так и на стороне тех, кто входит и входил в руководство и был активистом инициативной группы за проведение референдума, за ответственную власть. Вот эти структуры продолжают действовать с нами совместно, и люди, которые являются активистами этих организаций, или были активистами этих организаций, из тех, которые запрещены, они, естественно, не могут входить в организации, которых не существует, они запрещены. Мы продолжаем действовать вместе в рамках Русского национального фронта. Продолжим наше повествование оглашением учредительной декларации Русского национального фронта, которая является декларацией Русского единства, самой краткой формой на сегодняшний день, принятой целым рядом организаций, к сожалению, они еще не пришли к единому пониманию многих терминов и задач Русского движения, тем не менее, на сегодняшний день единственный коалиционный документ в Русском движении – это учредительная декларация Русского национального фронта, которая была принята в декабре 2014 года как раз теми, кто организовывал и проводил русский марш за Новороссию в том же самом году. 4 ноября провели русский марш, и в конце декабря провели учредительную конференцию Русского национального фронта, приняли декларацию и принципы совместной деятельности. И как раз об этом я хотел бы сказать, чтобы зрители Русских новостей знали, что существует коалиционный документ, к которому можно присоединиться как в индивидуальном плане, объявив себя сторонником Русского национального фронта, участником Русского национального фронта, так и для организаций, которые могут вступить, заявив о том, что они поддерживают учредительную декларацию и принципы совместной деятельности. Одно без другого смысла, конечно, не имеет. Учредительная декларация общими целями для объединения в РНФ русских организаций и русских людей являются. Здесь три раздела. Русский триумф – возвращение власти народу, русский реванш – возвращение собственности народу. Кстати, в 2015 году проводил Русский национальный фронт русский марш именно под таким лозунгом. Русский марш – русский реванш. Итак, русский триумф – возвращение власти народу, русский реванш – возвращение собственности народу, русское возрождение – становление русской нации. В первом разделе. Русский триумф – возвращение власти народу. Отстранение от власти ставленников олигархии, возвращение власти народным представителям, утверждение власти, непосредственно и неотвратимо ответственной перед народом, выборность судов, люстрация в системе государственной службы, То есть изгнание из государственной службы, откровенных изменников, которые сейчас сформировали такую политику, которая идет во вред государствообразующему русскому народу и всем остальным коренным народам, которые намерены жить совместно с русским народом в мире и согласии. Ну, далеко не все народы готовы жить с русским народом. Мы часто видим проявление русофобии, поэтому мы, конечно, ориентируемся на тех, кто за русских и Россию. Кто против, ну, соответственно, тому места в России нет. И русские люди должны об этом им сказать вполне отчетливо. На территории России нет места тем людям, которые против России и русских. Не то чтобы им мы, русские, готовы отдать какие-то территории. Ни в коем случае. Вы можете убираться, куда вам вздумается, где вас примут. Ну, у нас, на территории России, вам места не будет. Не будет. Поэтому соотносите свои желания со своими перспективами. Если ваши перспективы будут столь плачевны, то есть вы будете изгнаны, просто изгнаны вместе со своим скарбом, но места вам здесь не будет. И житья вам здесь не будет. Вы нам не даете житья. Мы, когда наступит русская власть, не дадим житья вам. Так что, ну, держитесь, конечно, за олигархию, но пойдете вы в исторический отброс, в историческую помойку вместе с этой олигархией. Это я предупреждаю всех тех, кто входит в этнические кланы. Чеченские, еврейские, якутские, татарские, все равно. Эти люди противостоят России и русским прежде всего. Конечно, и своим народам, именем которых они клянутся, но прежде всего они противостоят России и русским. Следующий пункт. Передача власти русскому национальному правительству. Полная депортизация власти и избирательной системы. Созыв учредительного народного собрания Земского собора. И принятие нового основного закона страны. Суд над коррупционерами-изменниками, разорителями государства. В данном случае мы видим, что есть необходимость формирования народного представительства на новых основах. То есть без всяких партий. Тем более те партии, которые сегодня находятся у власти, они подлежат распуску и иллюстрационной политике русского национального правительства. Потому что соучастие в этих партиях, это было соучастие в оккупационном режиме. Соответственно, все пособники оккупантов должны понести ответственность в меру своих деяний. Руководство этих партий, разумеется, в первую очередь. Руководство на уровне федеральном, региональном и местном уровне. Те, кто активно мешал нашему народу жить, препятствовал русификации России, возвращении России русского лица, конечно, должны получить запреты на вообще какую-либо руководящую деятельность. Ну, метла, лопата, это, пожалуйста, для них разрешено, позволено. Но чем-либо руководить, каким-либо предприятием, создавать какие-то коммерческие структуры, всем этим людям должно быть запрещено пожизненно. Ну, и, конечно, речь идет о том, чтобы народное представительство сформировалось именно как учредительное, то есть приняло основной закон, нынешний основной закон не является общенародным, поскольку Конституция была принята, не собрав половины от числа избирателей, а это было требование закона о референдуме, поэтому Ельцинская Конституция и все, что на ней основано, является незаконным. То есть любые перемещения прав, собственности, государственных учреждений и так далее, все это подлежит подтверждению. То, что будет ликвидировано, то будет и признано незаконным именно в связи с тем, что Конституция Ельцинская была фальшивкой. Ну, новый основной закон, уже проекты основных законов, основного закона существуют, и в 93-м году были очень неплохие законы, в частности, в рамках Союза возрождения России, предвестника, предшественника Конгресса русских общин, потом партии Родина, потом нашей партии Великой России. Был создан законопроект Сергея Пыхтина, его личная авторская работа, поддержанная всеми этими структурами на всех этапах. То есть мы имеем законопроект Сергея Пыхтина, который, увы, уже не с нами, скончался в 2011 году, но его проект живет, и он в необходимое время будет представлен публике вновь. В то время он был опубликован в официальных сборниках Конституционной комиссии и будет опубликован вновь. Есть законопроект, который составлен специалистами движения за деприватизацию и национализацию стратегических ресурсов, и этот проект также интересен целым рядом своих правовых новаций. То есть интеллектуальная работа ведется, вот все то, что связано с нынешней Конституцией, мы видим, не работает. Правящая олигархия продолжает нарушать Конституционные права и свободы даже той Конституции, которая была принята в угоду их интересам. Это означает полную недееспособность. Недееспособный режим, конечно, умрет сам, но по принципу Ницше, падающего толкни, мы должны этот режим подтолкнуть к пропасти, где ему и место. А установлена должна быть русская национальная власть через Народное собрание, Земский собор, который утвердит новые нормы жизни, которые будут сформулированы по-русски для русских и других коренных народов, которые не будут противостоять русскому большинству, а будут его поддерживать во всех его начинаниях. Далее, возвращение народу подлинного суверенитета, утверждение во власти доминирования общенациональных интересов. Чего нет. Нынешняя власть от народа оторвана полностью, не имеет никакой народной основы, избирается на фальсифицированных выборах, вся политическая система фальсифицирована, потому что ни одна партия не может ни отразить общенациональные интересы, ни опереться на народное большинство, а фактически все народное представительство. Фальсифицированно является инструментом бюрократии и хозяйничающей в стране олигархии. Следующий раздел «Русский реванш. Возвращение собственности народу». Снятие бюрократического пресса с реального сектора экономики, ликвидация противоестественных монополий, сокращение госаппарата. Ну, естественно, сокращение госаппарата мы не признаем. Вот когда Медведев объявляет 10%, мы на 10% в следующем году сократим. Сокращение должно быть минимум раз в 10. Быстро, конечно, нельзя сократить такую огромную массу, ей нужно найти приложение, нужно развернуть центры переподготовки, чтобы эти люди занимались материальным производством, а не вредили своему собственному отечеству. В 10 раз не меньше нужно сократить, оставить на госслужбе только тех, кто способен самостоятельно принимать решения и все технические канцелярские обязанности сможет нести сам, без секретарш разливающих чай и поднимающих трубку телефона. Вот это одно из наших требований, потому что оргтехника за все эти годы шагнула далеко вперед, а бюрократия шагнула еще дальше, она еще больше разрослась, хотя казалось, должна бы сократиться во много раз. Естественно, должна быть сокращена фискальная часть, которая вмешивается в дела предпринимателей и не дает производить реальный продукт. По конечному продукту можно судить, насколько он качественный, не обманывает ли предприниматель потребителей. Эта деятельность, конечно, за государством должна сохраниться. Но вот вмешательство постоянно в производственный процесс, как сейчас делают, практически убивают производство разнообразными штрафами, выдуманными, высозанными из пальца, лишь для того, чтобы наполнить бюджеты разных уровней и потом эти же деньги раздать тем людям, которые могли бы получать нормальную зарплату в случае, если бы материальное производство поддерживалось. И бюрократический пресс, которому должны ответные меры противопоставлять предпринимателям, должен быть снят, потому что невозможно. Создается уже в самой предпринимательской среде масса всяких контор и на самих предприятиях все эти бухгалтерские и юридические службы, которые вынуждены отбивать атаки бюрократии. То есть мы ведем войну сами с собой, пожираем наши ресурсы, наш интеллект, наше творчество и уничтожаем его вот в этой войне. Бюрократия воюет против предпринимательства, вообще против людей, которые хоть что-то имеют. Если ты ничего не имеешь, то ты бюрократии даже и не замечаешь, потому что и на тебя внимания чиновники не обращают. Но если ты имеешь хоть какую-то собственность, если ты являешься предпринимателем, значит тебя просто начинают пожирать. Все твои ресурсы, которые направлены на производство продуктов для деятельности, жизнедеятельности людей, наций в целом, все это подлежит уничтожению. Поэтому либо будет уничтожена материальная основа существования нашего государства и вся инфраструктура человеческих связей, которая обеспечивает наше хозяйство, либо мы уничтожим вот эту бюрократию. В 10 раз надо сократить, по моему мнению, сначала в 10 раз, ну там скажем за год-полтора, а потом еще лет за 5 еще в 10 раз. И это будет нормальный государственный аппарат, который будет контролировать только некоторые фиксированные параметры общего производства, состояние правосознания, образования, науки и так далее. Но не будет вмешиваться в повседневную жизнь граждан, и если будет вмешиваться, то только по их просьбе и для того, чтобы им помочь, а не для того, чтобы им помешать. Разнообразные споры могут решаться мировыми судьями, которые не будут на профессиональной основе работать, а будут на уровне местного самоуправления разбираться со всеми жалобами и со всеми конфликтами. Проблем с этим нет. Доступ к законодательству сейчас наипростейший. Нажал кнопку компьютера, и тебе все законодательство вывалилось. И рекомендации легко можно получить, если иметь соответствующие государственные службы, которые будут консультировать тех народных судей, которые будут плоти от плоти народа, будут избраны народом, и будут действовать в интересах народа и конкретных лиц защиты законности и правопорядка. Далее следуем. Национализация собственности, олигархии, полный вывод из-под контроля иностранных владельцев всех стратегических предприятий и отраслей. Сейчас мы знаем, проблема состоит в том, что конечный бенефициар, то есть собственник тех предприятий, которые действуют на территории России, неизвестен. Все это спрятано через вложенные акционерные общества, которые одно являются собственником другого, другое третьего. Там офшорный капитал, иностранный капитал, все перепуталось, все запуталось. Все эти узелки необходимо распутать, причем быстро. Тот, кто не успел, тот опоздал. Не государство должно охотиться на этих иностранных специалистов, а государство объявляет о национализации. Если не будут представлены конечные бенефициары, мы объявляем о том, что мы регистрируем только конечного собственника данного предприятия. Если его нет, значит предприятие национализируется или передается тем собственникам, которые задекларировали свое право на данное предприятие или на данную собственность. Если конечный бенефициар опоздал, так ему и надо. Если это иностранец, тогда мы смотрим, он действует в интересах России или против. Сколько это предприятие производится, куда девается прибыль. Если это офшорное предприятие, то оно национализируется без разговоров или передается предшествующим собственникам, которые каким-то образом уступили свое право вот этим зарубежным собственникам, которые оказались нашими недоброжелателями. Выделение каждому гражданину доли в доходах от продажи энергоносителей и использование природных ресурсов страны. Принцип социального пая. Это означает, что хотя бы символические выплаты должны распространяться на всех. Мы в равной мере являемся собственниками тех природных богатств, которые находятся на территории Российской Федерации. Поэтому социальный пай должен распространяться на всех в равной мере. Пусть это будет сначала символическая выплата, а в дальнейшем, когда будет наведен порядок, когда инвестиционные ресурсы для перевооружения российской экономики будут задействованы, социальный пай должен начать увеличиваться, вплоть до того, что все прибыли от продажи энергоносителей должны будут поступать именно в специальный фонд, распределяющий эти средства на каждого, на каждую душу населения в равной степени. Избавление страны от долгового рабства, отмена всех процентных долгов, национализация банков, подчинение финансовой системы задачам производства. Действительно, финансовая система стала средством ограбления страны, изъятия денег у предпринимателей, прежде всего, которые не могут развивать свое производство, зато банковская система развивается еще как, и там огромные зарплаты, поэтому все это дело должно быть национализировано, или может быть введен более мягкий принцип национализации, это тоже форма национализации, когда вся банковская система, все банки станут бесприбыльными, и вся прибыль будет изыматься. Работать вы можете, выплачивать зарплату можете, оказывать услуги можете, получать прибыль не можете, то есть вся прибыль будет изъята. Это промежуточное решение перед тем, как национализировать, вообще наладить всю финансовую систему, как общенациональную корпорацию, которая принадлежит всему народу в целом. Деньги – это кровь экономики, кровь у нас должна быть общая, а не каждый свой замкнутый круг кровообращения образует и выживает как может. Кто-то выживает, кто-то нет, это законодательство еще создает преимущество для тех, кто занимается счетоводством, пересчитывает чужие деньги. И вот за это они получают максимальную зарплату, именно в этом секторе почему-то самые большие зарплаты. Хотя самая примитивная деятельность – это пересчитывание денег. Самая примитивная и самая сложная деятельность – это производственная, когда нужно работать с поставщиками, нужно знать свойства материалов, нужно знать, какие технологические цепочки необходимо наладить. это многопрофильная сложная деятельность. Скажем, построить дом очень непросто. В сравнении с банковской деятельностью – это на несколько порядков более сложная деятельность. Поэтому банке необходимо подчинить всей нации, все денежное обращение должно быть подчинено национальным интересам. Где-то могут вклиниваться частные конторы, но именно как обслуживающий персонал, а не как те, кто присваивает свою долю ростовщического процента. Никакого процента ростовщического процента быть не может. Не может. Избавление от процентных долгов – это то, что необходимо, потому что все мы опутаны долгами, все предприниматели опутаны банковскими долгами, все граждане, у которых есть у кого-то долги по ипотеке, у кого-то долги по потребительским кредитам и так далее, вся страна опутана этими долгами. Все эти долги, как и довольно часто встречалось в истории для оздоровления экономики, должны быть аннулированы. Да, кто-то от этого получит серьезный доход. Может быть, этот доход, ну, скажем, человек взял кредит, да не вернул. Может быть, этот доход должен быть учтен каким-то образом, для того, чтобы он был возвращен не банку, а должен быть возвращен нации. Каким образом, какая должна быть рассрочка, это можно уже подумать, можно решить, как надо действовать в этой ситуации, когда мы должны все-таки сохранить некие обязательства граждан перед государством, но не перед ростовщическим капиталом. Следующий раздел «Русское возрождение» – становление русской нации. Возвращение бесплатных образований и медицины, национализация ведущих средств массовой информации, уголовная ответственность за дезинформацию, пропаганду о морализме. Это очень важно, чтобы у нас действительно существовали общенациональные социальные структуры, это медицина и образование, еще одна структура – это наука. Все это должно, безусловно, быть под контролем государства и преимущественно принадлежать государству. Частные структуры, конечно, могут быть, но это и частная инициатива действия на свой страх и риск. Если кто-то открывает свой частный университет, пусть и сам рискует, а государство в этом никакой помощи оказывать не должно. Если есть такие богатые люди, способные содержать университет, ради бога, они могут это сделать. Но в целом образовательный стандарт должен быть общегосударственный. Также и в медицине общегосударственные медицинские стандарты. И наука, естественно, фундаментальная наука, будет развиваться, скорее всего, не частными предпринимателями, а именно государством. Если кто-то из частных предпринимателей готов будет финансировать какие-то исследования, конечно, к этому нет никаких препятствий. Но у нас сейчас государство, точнее то, что называется государством, на самом деле является фальшивкой, является администрацией оккупационных властей, не занимается ни тем, ни другим, ни третьим, ни образованием, ни здравоохранением, ни наукой. Все это подлежит уничтожению, потому что рабам все это не нужно. И средства массовой информации, действительно, это уже притча во языцах, растление подрастающего поколения, постоянная дезинформация, ложь, обслуживание интересов олигархического капитала. Вот чем занимаются СМИ. Оболваниванием, дебилизацией населения, и, можно сказать, такой информационный наркотик создается для того, чтобы держать народ в повиновении. Поэтому за эту деятельность должны понести ответственность прежде всего руководители федеральных телеканалов и государственные служащие, которые их контролируют. И все это должно быть, безусловно, национализировано. Во главе телевещания поставлены люди достойные, которые оправдывают свое назначение моральными и деловыми качественными. Моральными прежде всего, деловыми во вторую очередь. Я думаю, что деловые всегда прилагаются к моральным, а никак не наоборот. И тогда средства массовой информации действительно будут информировать нас о том, что происходит в мире, в государстве, в экономике, в культуре и так далее. Будут воспитывать подрастающее поколение, не растлевать его. Будут средством образования, информирования о разных аспектах жизни, науки, творчества. Но ничего из этого практически в нынешних СМИ мы не видим. Поэтому, конечно, нужна масштабная национализация средств массовой информации, федерального, местного уровня, неважно. Если мы видим признаки деградации интеллектуального и морального уровня, информационного ресурса или способствования этой деградации, то, конечно, такой информационный ресурс должен быть национализирован. Преодоление демографической катастрофы русского и других коренных народов, выселение инокультурных иммигрантов, уничтожение этнического бандитизма и наркомафии, ликвидация этнических кланов во власти – это основа национальной политики. Нация должна формироваться, прежде всего, демографически, за счет численного роста, прежде всего, государство образующего русского народа, не возбраняется численно расти и другим народам, но русская демография прежде всего, потому что без русского народа и другие народы зачахнут, потому что, конечно, любое замещение русского населения иным населением будет означать гибель России. Сейчас Россия, можно сказать, подгнила или совсем уже сгнила по периферии, откуда изгнано русское население из бывших союзных республик, и там, где этнические кланы правят, Татарстан, Чечня, Кабардино-Балкария, Якутия, все эти так называемые национальные республики, это смерть для России. Все это, конечно, должно быть ликвидировано, Россия должна быть унитарным государством, без выделения каких-либо территорий для так называемых титульных национальностей. Никаких титульных национальностей в России нет и быть не может. Может быть только единая русская нация, в которую входит, прежде всего, русский народ, из тех людей, которые не отреклись от русского имени, и русское происхождение им говорит еще и об ответственности перед своими предками, их историческим выбором, и представители других народов, которые делают политический выбор в пользу русского пути. А кто от всего этого отрекается, может жить в каких-то резервациях, пожалуйста, в этнографических заповедниках, пасти овец или гонять оленей в тундре, тоже не возбраняется, пожалуйста, пусть и это будет. Но в России должна быть только русская нация и никаких территорий, выделенных этническим группировкам. А сейчас они действительно правят не только на территории своих республик, но сформировали свои лоббистские структуры на федеральном уровне и на других традиционно русских территориях, где никогда не было даже признака вот той мнимой титульности от других национальностей. Там тоже действуют разнообразные этнические кланы, которые вырастают в целые преступные слои, преступные сообщества, многочисленные и наглые. Это в правоохранительной системе, в системе образования, в науке, в разных структурах возникают вот эти этнические кланы, которые должны быть ликвидированы, их деятельность расследована. И, конечно, этническая составляющая в бандитизме, в наркомафии и других преступлениях должна быть отягощающим фактором. То есть создание такой преступной коалиции, корпорации на основе этнической общности должно караться, скажем, сроками лишения свободы вдвое больше, чем при отсутствии такой этнической консолидации. Закрепление статуса русской нации в законодательстве, воссоединение страны, воссоединение разделенного русского народа. Здесь ставится задача внутренней политики формирования русской нации, то есть формирование мировоззрения людей на основе определенных ценностей. Они вполне ясны из русской традиции, из русской культуры, из русской истории. И внешняя задача – воссоединение страны, всех территорий традиционной русской культуры, русской истории, русской государственности. Без воссоединения страны Российская Федерация не будет не то что великой державой, просто не имеет перспектив существования, ибо Российская Федерация слишком малочисленна и не в состоянии ни защитить свои территории, ни сформировать внутренний рынок, который был бы достаточен для того, чтобы действительно суверенно, независимо от внешних интересов, существовать на тех пространствах, которые остались обломками Российской империи. Воссоединение на имперском пространстве позволит выжить и в российской экономике, успешно конкурировать с иными экономиками и создать тот политический задел, который создаст из России один из ключевых центров принятия всех общемировых решений. Может быть, тогда и членство в ООН, ОБСЕ и других структурах не понадобится. Достаточно будет наблюдателя, консультативного какого-нибудь комитета, который все это контролирует, человек 10, и можно будет сократить весь этот безумный дипломатический аппарат, который на самом деле никому не нужен. Возрождение русской культуры и возвращение русскому народу его подлинной истории, основанной на православной вере, традициях русской духовности, русском национальном характере. Здесь отметим, что мы никого не склоняем к православной вере, а тем более к подчинению так называемой московской патриархии. Мы говорим лишь о том, что православная вера была основой русской культуры и русской истории. Это непреложный факт, его оспорить невозможно. А те, кто пытаются оспаривать, проявляют русофобию, даже если они являются членами русского движения и по всем остальным вопросам совпадают с нами. Если они не уважают православных людей, значит они не уважают и своих предков, и наших предков, и миллионы, и миллионы русских людей. Это означает фактически переход в стан врага и ориентацию на русофобские ценности, а они вовсе не на русские. И если мы говорим о традициях русской духовности, то эти традиции, конечно, захватывают не только православный период существования Руси, России, русского народа, но и дохристианские. Но тем не менее, мы знаем все эти ценности, все эти ориентиры только и исключительно на основе православного вероисповедания, православной культуры, которая есть плоти, кровь русской культуры. И русский национальный характер, конечно, никак не обходится без православной нравственности, которая иногда даже теряет свой первоисточник в сознании отдельного человека, и он уже не понимает, почему он ведет себя так или иначе. Просто традиция заставляет его вести себя по-христиански. Даже когда он отвергает, яростно отбрасывает христианскую религию, якобы это то же самое, что иудаизм, это, конечно, глупость несусветная, потому что понять, что такое иудаизм, можно только в рамках православного мировоззрения. А если вы за пределами этого мировоззрения, для вас не существует ни православного, ни антиправославного, вам должно быть все равно. А если вам не все равно, значит, скорее всего, вы все-таки пользуетесь православным мировосприятием, мировоззрением, даже не отдавая себе отчет. Но, к сожалению, при этом оскорбляете русских людей, что, конечно, в русском движении быть не должно. Итак, мы просмотрели учредительную декларацию Русского национального фронта с некоторыми комментариями и завершаем все это лозунгами, которые под этой декларацией написаны. За русскую национальную власть и сплочение всех коренных народов России не противопоставление, видите, а сплочение. За ликвидацию олигархии и национализацию ее собственности. Это уже не приложено для всех слоев общества, по-моему. За возвращение России традиций государственного управления и общественной жизни. Откуда могут быть взяты эти традиции? Частично они сохранились в советский период, потому что полностью их изъять и вычистить не удалось всей этой большевистской группировке. Но основа русской традиции находится, конечно, в имперском периоде нашей истории. И на основе этих традиций государственного управления и общественной жизни мы должны строить будущее нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова